Здорово, дорогой! Как ты и просил под предыдущим роликом? По 5700, 5700, 5700. Соответственно, всё, снимаем по 5700. В принципе, по большому счёту, принцип такой же, как и в этом ролике. Просто у меня эти стояли на этой локации, а эти стоят на удалённой локации, этот рик по 5700. Поэтому мне с ним тяжелее. Я что сделал? Я изначально снял показания, потом поехал туда, вот так это было, смотри. Предварительно, смотри, вот каждая карточка майнит почти 56 мегахэш, 55,5-56. На вот таком ядре, на вот такой вот памяти 905, где 910, тут получается чуточку побольше. Это на версии 82.84, 16.81, с включённым TeamRedMiner 0.7.21. По принципу работает, не трогает, но здесь я проморгал, видишь, вот что значит, надо ставить watchdog по хешрей. Сколько она там не работает, эта карта, я не знаю, может, неделю, может, месяц, хрен его знает. Поэтому надо watchdog обязательно ставить. Давай, первый нафиг, что мы с тобой делаем? Переходим в консоль, тут пишем root, админ. Идёшь ко мне в телегу, забираешь вот эту версию, upgrade-b и вставляешь вот сюда. Всё, рик пошёл грейдиться, он удалённый, если он зависит, конечно, придётся туда ехать через всю Москву, это трендец, я пока ещё без машины. Вроде, слава богу, всё хорошо, upgrade начался, upgrade завершён и перезагрузка. Надо вот здесь TeamRed поставить восьмой, применить. После этого я поставил ядро 1250, MEM905, напругу на ядро 700. Вот тут вот, и поехал на локацию. Перед тем, как снять показания и поменять настройки, я зафиксировал чуть-чуть побольше вот этого мегахэша. Вот оно, смотри. При этом оно майнило уже всё 22 часа без единого реджектора. Тут есть такой ватметр, я ему, правда, не очень доверяю, это самое бракованное, с моей точки зрения. Ну, да хрен с ним. Я приехал на модель мобилей, чтобы заснять к завершему ролику потребление вот этого рига. Здесь TeamRed 8, GIGI RX 5700. Что я сделал? Я занизил ядро на 200, мегахэш остался тот же. То есть, если раньше я ядро использовал 1380 и карты майнили 55,5, ну, в зависимости от того, сколько даже память, 905 я даю, да? Стабильная работа, 910 не даёт. То сейчас я поставил ядро 1250 в данный момент времени, да? И потребление упало, а мегахэш остался тоже. То есть, смотри по потреблениям, 903 ватта. Тут стоит отметить, что здесь стоят три кульки по 2,7 ампера. То есть, суммарно это в районе 8 ампер. Вот эти кульки, я не знаю, они больше декоративны, но пускай ещё 2 ампера. То есть, в одном ампере 12 ватт. 120 ватт дополнительного потребления за счёт корпуса. И 900 ватт. Память микрон здесь, не забывай. Потом я попробовал ещё один режим. Ядро поставил 1200. На кругу поставил где-то 690. 690 или 685, не помню. Ну, короче, разница получилась здесь с ватт. Вот, смотри. 894 ватта. Как бы не вижу смысла в экономии 10 ватт, чтобы там по полмегахэша потерять. Можно и тот, и тот. Слушай, что с розеткой стало, смотри. Розетка прогорела наглухо. Оба-на! Вот этот пиздец. Ну, а концовка всё закончилась тем, что я поставил что-то среднее. 1225, 905 память. И 700 на кругу на ядро. Она, в принципе, 695 держала. Ну, чтобы к ригу не подходить, я поставил немножко с запасом. Из того, что нужно сделать. Давай сейчас откроем. Это было вчера вечером. Ну, всё, как я его включил. Видишь, 15 часов он работает. Всё нормально. Нигде реджектов и битых шар нет. Из того, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем не проморгать. Это вот мы возьмём вот здесь на майнинг фэмили вот эту команду. Минус WH. И впишем вот сюда. То есть, если у карты будет меньше, чем 50 мегахэш, то перезагрузили их. Вот так вроде получается. Ну-ка, давай прочтём. Я их тоже записываю, а потом уже через 2 часа нифига не помню. Применю эту настройку. Ещё в идеале здесь, конечно, настроить может быть сок, но я не буду делать сейчас при этих курсах кефира. Мне надо, чтобы их работал. Просто применю ко всем. Но если ты будешь это делать, то memory вот здесь надо вроде поменьше. 890-900. Применил. И что я ещё хочу сделать? Я теперь хочу это сохранить, посмотреть, как майнер будет стартовать. Потому что здесь в релизах написано, смотри, что он может снизить до 8-9 ватт. Используй новый B-режим. Я хочу посмотреть, он в B-режиме стартует или не в B-режиме стартует. То есть, я сейчас сохраню. Просто вот так сделаю, посмотрю, в каком режиме он стартует. Да, вот видишь, он затюнил и уже по умолчанию поставил B-режим. Сок только какой-то огромный, 1266. Ладно, мне пофигу. Потом, может, у кого увижу из пацанов и поставлю такие настройки. Но что-то сок очень большой. Что скажешь? Напиши. Главное, что мы с тобой сделали. Режим B мы запустили. Запустили мы его за счёт чего подытожим? За счёт того, что мы апгрейдили версию рейва. Раз. И поставили Team Red номер 8-2. Больше ничего нам не пришлось тут делать. Ты же сам всё видишь. Всё-таки я решил сделать образцово-показательно. Потому что, во-первых, ролик маленький получился. Во-вторых, как бы, чтобы ты не думал, что я инвалид. Базар нет, я инвалид. Но, как бы, сок 950 я поставил. Видишь, да? Там потребление упало. Но мы не можем с тобой посмотреть, насколько. Смотри. Если ты это будешь делать, очень важно. Вот они настройки поэтнэшу. Чтобы memory вот здесь больше, чем 910 не было. Если ты далеко от рига. При этом нужно дописать вот такую команду. сокмакс 950. Вот она на майнинг фэмили. Вот она эта команда. В разделе по RAE4S вопросам найдёшь. Ну, вот тут вопросы-гайды. Здесь RAE4S и команда RAE4S. Если тебе надо будет, здесь пойдёшь, посмотришь. Но обязательно, если ты далеко от рига находишься. Вот это, если ты пишешь. Здесь не больше, чем 900. Если ты рядом с ригом, можешь попробовать 910. Как-то вот так. Всё вроде бы нормально запустилось. Сейчас майнинг 55,2, но вроде как с хорошим потреблением. Ещё попробую на 910. Вот тут вот оно. Для этого, я тебе говорю, я должен быть рядом с ригом. Я уже не рискнул на удалёнке это сделать. И оттуда тебе в Инстаграм засниму потребление. Поэтому обязательно подписывайся в Инстаграм. А также в Телеграм. На Ютуб. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Да, кстати, чуть не забыл. Ну, во-первых, смотри, как температурки упали. У меня же там три полноценных кулера. А на выдав у меня какая-то ерунда компьютерная стоит. Я поставил. Надо будет поменять по возможности. Но вот эта вот 86 была, 88. Сейчас потепление, чтобы ты понимал. В Москве сейчас покажу погоду. То есть до плюс трёх это аномальная жара для февраля месяца. И если ролик соберёт хотя бы полторы тысячи лайков, то сделаем то же самое для полярисов. Там позаморачиваемся. Давай, бай, бай, бай.